А вот и здравствуйте, дорогие товарищи. Радио Аврора вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, а в гостях у меня сегодня историк Евгений Спицын, Евгений Юрьевич. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под условным названием «Оправда ли что воро», в которой наши уважаемые эксперты и историки отвечают на вопросы, которые вы оставляете в чате прямой трансляции. Обычно эти вопросы посвящены советской истории. Сегодня сделал исключение, потому как и сам первый вопрос собираюсь задать по 19 веку, хотя чуть более шире. Ну, соответственно, присоединяйтесь к вопросу, которые по русской, скажем так, до советской истории вы хотели задать, но не смогли. Сегодня самое время. Евгений Юрьевич, вчера засыпал и задумался вот над каким обстоятельством. Жизнь крепостного, особенно после матушки Екатерины, принципиально от жизни и работы ничем не отличалась. Я вот над каким обстоятельством задумался. А вот отечественная война 12-го года, что вообще двигало, если так можно выразиться, чем был замотивирован русский крестьянин, чем была замотивирована его отвага? Почему он так реально защищал родину, которая обходилась с ним, мягко говоря, не очень? Ну, начнем с того, что я все-таки не ставил бы накравенство между рабом и крепостным, потому что у рабов не было вообще никакой собственности, в принципе. Вернее, даже не то, что собственности, они даже ничем не владели. Крепостные все-таки владели хоть наделами земли, которые обрабатывали. Вот. Хотя, в принципе, правовое положение крепостных крестьян, начиная вот с Петра I и на протяжении всего XVIII века, действительно, по сути дела, становилось рабским. Этот процесс был запущен Петром, потому что соборное уложение, оно прикрепило крестьян лишь к земле, все отдало, навечно. Потому что раньше было как? Вот великий князь, условно говоря, служил им людям по отечеству, раздает землю. Понятно, что эта земля должна быть заселена, то есть должны быть рабочие руки, эта земля должна быть в роспыше, то есть это не должен быть какой-то целинный участок земли, где никто не живет, земля никогда не обрабатывается, смысл тогда в этой земле? Ты же не будешь землю жрать, правильно? Вот. Поэтому вот процесс создания поместной конницы, он сопровождался как раз вот этим процессом прикрепления крестьян к земле. Но на протяжении там XV-XVI веков у крестьян было право свободного ухода с земли феодала, так называемый Юрия в день. Это ноябрь месяц, когда закончены все основные сельхозработы, и он должен был заплатить своему феодалу так называемое пожилое, то есть за то, что он жил на его земле, пользовался участком земли, ну и так далее, и так далее. Судебник Ивана Третьего впервые зафиксировал срок самого этого перехода за неделю до и неделю после Юриева дня и сумму этого пожилого. Тогда это было 50 копеек. Потом уже судебник Ивана Грозного 550 года, он подтвердил это право, но при этом увеличил пожилое до рубля. Да. Говорят о том, что, дескать, вот видите, как увеличился уровень эксплуатации, в два раза выросла плата за пожилое. На самом деле это не совсем так. Здесь значительную роль сыграли те инфляционные процессы, которые наблюдались в русской экономике в эпоху и Василия Третьего, и самого Ивана Грозного. Поэтому говорить о том, что плата за пожилое увеличилась в два раза, это было бы некорректно. Она действительно увеличилась, но не так существенно, как это представлялось ранее. А затем с конца 16 века начинается уже процесс полного закрепощения крестьян. Вот здесь историки до сих пор спорят, то есть единой точки зрения нет. Раньше в науке господствовало представление о том, что был издан некий указ 1581 года Иваном Грозным, который на вечные времена прикрепил крестьян к земле, феодава. Но указ этот не был найден, и поэтому нашлось немало противников этой версии. Ну, в частности, тот же Василий Осипович Ключевский. Он вообще, кстати, говорил о том, что никакого особого указа, в принципе, царская власть не издавала. Возникло так называемое движение безуказников. И с того момента историки разделились на две группы. Указники и безуказники. То есть, например, тот же Сергей Михайлович Соловьев и его сторонники, они настаивали на том, что был издан некий законодательный акт, который официально закрепостил крестьян. То есть, запретил право перехода их от помещика к другому помещику или вообще на вольный хлеба. А сторонники Ключевского говорили, что никакого законодательного акта не было издано, что крепостное право выросло естественным путем из так называемого кабального холопства. Когда сами крестьяне закабаляли себя через кабалу. Ну, например, через ту же денежную суду, ну и так далее, и так далее. Но в 80-е годы, даже чуть пораньше, ну где-то вот на рубеже 70-х, 80-х годов, в принципе, была поставлена точка в этом споре. Почему? Дело в том, что ленинградский историк, известный историк, авторитетный историк, специалист, как раз вот по истории России 16-17 веков, Руслан Григорьевич Скрынников, нашел в архиве указ 1597 года о пятилетнем сыске беглых. Там ссылка шла на указ 1592 года, ну и так далее. То есть, значит, был издан законодательный акт, а раз был издан этот законодательный акт, то вполне естественно предположить, что до него был издан какой-то иной законодательный акт. А вот когда он был издан, источники об этом говорят довольно смутные, самого этого акта нету. Но то, что государство активно участвовало в процессе закрепощения, это уже факт непреложный, поскольку вот этот документ был найден. Поэтому вот этот давний спор указников и безуказников, он ушел в прошлое, но при этом дискуссия между историками по этому вопросу не прекратилась. То есть, до сих пор есть сторонники версии Академика Грекова, что вот уже в 1581 году был издан этот законодательный акт, а все последующее законодательство, указы 1592, 1597, 1601, 1607, 1615 и так далее, и так далее, они шли как бы в отрицании или в развитии вот этих законодательных актов. Потому что там тот же Борис Годунов в условиях начавшегося голода, он отменил положение этого указа. Потом Василий Шуйский, напротив, восстановил и более того увеличил срок с 5 до 15 лет. Ну и так далее, и так далее. И вот эта вся катавасия с прикреплением крестьян к земле феодала, она продолжалась вплоть до соборного уложения 1649 года. И вот когда земский собор уже принимает соборное уложение, то там четко фиксируется уже бессрочное, я вот это хочу подчеркнуть, прикрепление крестьян к земле феодала. То есть запрещается полностью переход крестьян от феодала к феодалу или на вольное хлеба. Вот это и начинается, собственно говоря, сам режим крепостного права как таковой. Но я хочу заметить, что прикрепление к личности феодала еще не произошло. А вот при Петре, особенно когда начнется проводиться подушная подать, вот нормы холопьего права, то есть личной зависимости крестьян от феодала, не начнут распространяться уже на все крепостное население страны. И вот этот процесс, он в течение всего 18 века только ужесточался. И пик этого ужесточения пришелся как раз на эпоху Екатерины II. Почему как раз и говорили раньше, особенно в советской историографии, что эпоха Екатерины II это золотой век русского дворянства. Не золотой век России, а именно русского дворянства. Они, с одной стороны, получили полное освобождение от какой-либо государевой службы, будь то военной, будь то штатской. Начало этому процессу положил муж Екатерины, Петр III. Именно он в феврале 1762 года издал соответствующий манифест о дворянских вольностях. Екатерина II, будучи противницей этого манифеста, тем не менее, его подтвердила, поскольку прекрасно понимала всю шаткость своего положения на престоле, и то, что она, в общем-то, самозванка, которая узурпировала власть, не имея на то никаких вообще юридических оснований. А потом, уже спустя 20 с лишним лет, в 1785 году, она дарвала городам и дворянству жалобные грамоты. И там был подтвержден весь перечень тех вот вольностей, свобод, которые дворяне получили еще по манифесту 1962 года. Понятно, что вот это ненормальное положение, когда дворяне стали, по сути дела, паразитами, которые владели крестьянами и распоряжались ими по своему усмотрению, как угодно. Ведь именно во времена Екатерины начинаются все эти безобразия, которые сконцентрировались, как в капле воды, в небезызвестной Салтычихе. Ну, Салтычиха в данном случае это был особый экземпляр, который прославился своей жестокостью и вообще неадекватностью. Но таких помещиков-то было пруд-пруди, которые измывались над своими крестьянами, которые продавали крестьян оптом и в розницу, делили семьи, ссылали крестьяны и на каторгу, и в Сибирь, и отдавали брекруты, ну и так далее. Именно в этом контексте и спрашивал. Да. Так вот, наиболее продвинутой части русской политической элиты и лидеров общественного мнения, ну, как бы мы сейчас сказали. И обирал эти. Ну, да, да, я как бы осовремениваю, но чтобы нашим зрителям было понятно. Вот это вызывало неприятие. Вот, они искали разные способы решения этой проблемы, но вот квинтэссенцией всего этого стала знаменитая книга «Радищего путешествия из Петербурга в Москву». На самом деле там было две книги. «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Путешествие из Москвы в Петербург», где он вот все прелести этого крепостного состояния описал. Именно за это, кстати, он и был посажен в Петербургскую крепость по указанию Екатерины Второй, которая заявила о том, да он бунтовщик похуже Пугачёва. Понимаешь? Ну, и вот эти либеральные настроения, они проникли в императорскую семью. Прежде всего, в голову самого Александра Первого, поскольку его воспитателем был небезызвестный швейцарец Лагарб, человек устойчивых таких, либерально-республиканских взглядов, который воспитывал и Александра, и Константина в соответствующем духе. Вот. Еще будучи юным человеком, при жизни своей бабки, он время от времени высказывал, ну, такие крамольные, что ли, идеи. Вот. Причем я хочу заметить, что даже Павел Первый, который, ну, в общем-то, считается у нас таким деспотом, самодуром, он тоже ведь проблемой крепостного права озаботился. Ведь не случайно, по-моему, в 1797 году был издан его указ о трехдневной барщине. Вот. С тем, чтобы оградить произвол помещика в отношении своих крепостных. Что вот, дескать, они должны не требовать от крестьян работать на барщине больше, чем вот три дня в неделю. Потому что, действительно, иногда, особенно в южных губерниях, дело доходило до того, что крепостные пахали на помещичьей земле от зари до зари, и у них не было даже время и физической возможности возделывать свой участок земли, чтобы не умереть с голоду. Вот. Ну, надо сказать, что на практике этот указ игнорировался. То есть, он, по сути дела, не исполнялся. Вот. Ну, вот еще во времена Екатерины и Павла создается так называемый кружок интимных друзей Александра. То, что потом получит название негласный комитет, где вот начинают обсуждаться разного рода проекты об отмене крепостного права. Вот. к этой работе подключится небезызвестный главный либерал Александровского царствования Михаил Михайлович Спиранский. Вот. Правда, за свои политические инновации он живет себе немало врагов среди сановного Петербурга и будет отправлен в ссылку. И вернется обратно уже к исполнению своих государственных обязанностей, стряхнув, так сказать, со своих подошв вот эти вот все его либеральные завихрени. А во времена Николая Первого он займет довольно высокие посты, в том числе руководителя Кодификационного управления, второго управления. Собственно, его императорского величества канцелярия. Вот. И за свою работу по годификации законодательства будет удостоен графского титула и высшего ордена Андрея Первозванного. Там уже никакими либеральными поползновениями и не пахло. Но при этом я замечу, что после войны 12-го года и вообще после заграничного похода Александр вновь вернется к идее освобождения крестьян. Во-первых, он инициирует процесс освобождения крестьян в так называемых Остзейских губерниях, ну, Прибалтийских губерниях. Там, где значительная часть земельного фонда принадлежала именно Остзейским немцам. Ну, это исторически так сложилось. А во-вторых, возникнет целый ряд проектов отмены крепостного права, которые принадлежали там Перу Мордвинова, Державина, Новосельцева и даже Аракчеева. Причем, я замечу, что некоторые историки, которые знакомились подробно с проектами отмены крепостного права, говорили, что самый реалистичный проект отмены крепостного права был как раз у Аракчеева. Мы-то традиционно считаем Александра Андреевича таким как бы столпом консерватизма, деспотизма, но это далеко не так, конечно. Это такой упрощенный образ этого царского сановника. Теперь, почему крестьяне поднялись на борьбу с наполеоновской армией? Понятно, что никакие идейные и уропатриотические лозунги в данном случае не действовали. Во-первых, начнем с того, что средств массовой информации не было, которые могли бы крестьянам условно говоря втемяшить вот эти уропатриотические лозунги. Во-вторых, надо иметь в виду, что значительная часть русского крестьянства была просто элементарно безграмотна. Даже если вы на самолете разбросаете какие-то листовки, они их используют совсем по-другому, так сказать, нежели будут зачитываться ими до дыр. Нет. Здесь чисто такой шкурный прагматический интерес. Дело в том, что когда французы шли, то они питались на подножном корму. Они заходили в деревни, становились постоем в этих деревнях и занимались элементарным грабежом. То есть, брали все, что можно и нельзя. Естественно, это вызывало резкое недовольство местного населения, которое терпело-терпело, а потом уходило просто в леса. Потом, надо сказать, что французы на пути к Москве они сжигали многие села и вели себя не хуже, чем немецкие фашисты. Именно это вызвало неприятие французов. Хотя говорили о том, что, дескать, Наполеон хотел освободить крестьян от крепостной неволи и т.д. и т.п. Потому, что сначала дубина народной войны и не поднялась. шло противостояние двух армий. У Наполеона была цель заставить русских принять генеральное сражение. И сначала Барклай, а потом Кутузов, они прекрасно понимали, что, вероятнее всего, генеральное сражение они продуют. Поэтому надо как можно дольше избегать этого генерального сражения, изматывать французов и растягивать их тыловые коммуникации. А когда ты растягиваешь тыловые коммуникации, то понятно, что значит арьергард, он главным образом должен базироваться где-то вот на оккупированной местности, становиться постоем в городах и в сельской местности и питаться на подножном корму. Потому, что своего провианта явно не хватало. Все-таки это была колоссальная армия, ну, называют цифру в 600 тысяч, хотя, вероятнее всего, непосредственно вот в этом западном походе принимало примерно 450 тысяч. Но, по тем меркам это огромная армия, колоссальная армия. Здесь же речь еще шла и о фураже. Не только сами там солдатики и офицеры должны были питаться, но еще надо было кормить десятки тысяч лошадей. Ну, и так далее, и так далее. И вот поведение самих французов на оккупированной территории, оно и вызвало взрыв народного недовольства. И Кутузов как раз вот это дело все уловил. Потому что, когда он создавал первые отряды партизанские, он дал согласие Винцерроды, по-моему, создал первый, даже не Давыдов, а вот этот немец создал первый летучий такой партизанский отряд, то первоначально предполагалось, что вот эти вот партизанские отряды, они будут состоять из частей регулярной и регулярной армии, то есть из драгун, гусар и донских казаков. Но потом постепенно возникает, собственно говоря, и партизанские отряды, которые создавались самими крестьянами. Ну, самый знаменитый из этих отрядов Василиц Кожаного, старостиха. Видимо, это была женщина вполне себе уважаемая, если она была избрана старостой своей общины, а я напомню, что женщина-староста это большое исключение? Ну, в принципе, да. То есть крестьяне жили в рамках территориальной поземельной общины, там существовали издревле принципы реальной демократии, самоуправления, вот, все взрослые члены общины собирались время от времени на так называемые мирские исходы, где решались все основные вопросы. Ну, пример, раскладывали там, условно говоря, по семьям, да, налоговое бремя, потому что единицей налогообложения была душа мужского пола, а ведь семьи-то могли быть разные, да, в какой-то семье 10 детей, и, например, там, ну, условно говоря, 10 пацанов, а в какой-то семье те же 10 детей, а пацанов нет совсем, значит, разная налоговая нагрузка, но это не справедливо, все-таки в рамках территориальной общины принцип справедливости, он главенствовал во всем и вся, ну, и так далее, и так далее, и избирались должностные лица, которые должны были вот реально руководить общественными делами, которые были связаны и с поддержанием порядка, и с уплатой вовремя налогового времени, и взаимоотношения с помещиком, ну, и так далее, и так далее, вот, если это Василиса Кожаного была страстиха, значит, это была вполне себе, наверное, умная, образованная женщина, вот, обладавшая волевыми качествами, которые позволили ей, значит, не просто создать партизанский отряд, но и стать во главе этого отряда, вот, и ее авторитет при этом, замечу, признавали, получается, все, в том числе, и взрослые мужчины этой общины, поэтому здесь, в общем-то, искать каких-то потаенных смыслов, почему там поднялась дубина народной войны, а именно потому, что то же самое, кстати, во время Великой Отечественной войны. Иными словами, француз оказался хуже русского помещика. Да, нет, ну, а во время Великой Отечественной войны, ведь партизанское движение сначала формировалось исключительно органами НКВД, то есть, народного движения на первых парах не было, партизанские отряды или диверсионные отряды формировались прежде всего из кадровых сотрудников НКВД, но тот же отряд Медведева, где был знаменитый наш разведчик Николай Кузнецов. Медведев сам был кадровый сотрудник НКВД, непосредственно этим занималось 4 управление, которое возглавлял судоплатов. Но потом постепенно, по мере того, как немцы начали звереть, когда они начали проводить уже политику террора на оккупированных территориях, вот здесь деваться уже было некуда, когда начался массовый террор не только по отношению к бывшим условно говоря представителям органов советской власти, руководителям колхозов, коммунистам, комсомольцам, элементарно просто собирали молодежь, чтобы гнать ее на работу в Германии. Все это вызывало резкое неприятие. А когда начались массовые казни, аресты, вот, то начинается уже вот процесс создания, собственно говоря, партизанских отряд из местных жителей. Понятно, что, почему и создается в 42-м году штаб, потому что этот процесс создания партизанских отрядов, он принял волнообразный характер, вот, и уже центр не мог контролировать все и вся, и в то же время эти партизанские отряды нуждались и в оружии, и в обмундировании, но и во всех остальных атрибутах, значит, надо было создавать какие-то координирующие структуры, создаются соответствующие республиканские структуры, там, украинский штаб, белорусский, тот же литовский, и т.д. и т.п., а потом уже создается и центральный штаб партизанского движения, поэтому таким вот образом. Давайте тогда к вопросам зрителей. Один известный вам доктор наук в своем последнем стриме заявил, что Москва входила в состав Черниговского княжества, а русско-польская война 1654-67 годов началась потому, что на Россию одновременно напали речь посполитая, крымское ханство и Швеция. Неужели подобные перлы могут звучать из-за целого доктора наук? Подозреваете о ком речь? Да нет, не очень. У меня только одна идея. Нет, но я много докторов наук исторических знаю. Но вообще если подобного рода доктор исторических наук заявляет вещью, это вообще ни в какие ворота. За такие вещи не то, что студент историк, а даже десятиклассник в школе пару получит. По контексту и потому, что этот вопрос задают вам, и о стриме это произойдет, что все-таки Платошкин идет. Ну, может быть. Слушайте, меня как бы этот человек не интересует абсолютно. Значит, что сказать по существу? Конечно, московское княжество никогда не входило в состав Черниговского княжества. Это бред какой-то. Это был небольшой пограничный городок на границах Ростова-Суздальского или Владимира-Суздальского княжества. Официальные даты основания считают 1147 год. Мы сейчас про Москву или про Чернигов? Про Москву, про Москву. Вот. А первый детинец или первый Кремль Сосновый был построен в 1156 году. Просто первое упоминание как раз связано с тем, что Юрий Долгорукий, тогдашний Ростов-Суздальский князь, он пригласил своего военного союзника, черниговского князя на переговоры. И эти переговоры как раз состоялись вот в пограничной Москве. Но с учетом того, что там разместился не только князь, но и их дружины, то есть одного и другого князя, то по всей вероятности это действительно было какое-то довольно крупное укрепленное поселение, где не только проводились переговоры, но и был дан пир по случаю заключения там военного союза. Так что с какой-то стати Москва входила в состав Черниговского княжества. Потом между вообще-то землями Ростова-Суздальского и Черниговского княжества лежали еще земли Рязанского княжества и Смоленского княжества. Тут проблема даже не с историческими знаниями, а вообще-то даже с географией. Уже состояние большое. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, то, что связано с русско-польской войной 1654-67 годов на Россию напали Речи Посполитой, Крымское ханство и Швеция. Это вообще абсурд, какой-то бред. Потому что инициатором этой войны выступила именно Москва. И связано это было напрямую с так называемой освободительной борьбой украинского народа против польского владычества. То, что нас традиционно называли на территории Украины это называли чуть ли не революцией Богдана Хмельницкого. Но дело сейчас не в названии, а в содержании. Началась эта война в 1648 году. И практически с самого начала Хмельницкий искал союзников в борьбе с Варшавой. На первом этапе таким союзником стало Крымское ханство. Но после того, как Крымский хан предал Богдана Хмельницкого, и Хмельницкий вынужден был подписать очень невыгодный для себя договор 1651 года, он стал все больше поглядывать в сторону Москвы. Хотя еще до этого посылались посольства и в 49-м и в 51-м году. Это посольство Андриана Мужиловского, Кондратья Бурляя, Павла Тетери, ну и так далее, так далее. Москва как бы благосклонно относилась ко всем этим просьбам, но говорила о том, что она не может нарушать условия Полиновского договора 1634 года, которые завершили Смоленскую войну, неудачную для нас. Но при этом она говорила, что она будет в общем-то не против, если, например, те же донские казаки помогут братьям по оружию в борьбе с поляками. Плюс там, конечно, шли поставки и порохового, и хлебного, довольствия, ну и так далее, и так далее. А потом уже в октябре 1653 года проходит Земский собор, там вот эта вот проблема, начинать ли войну с Польшей, новую войну, она стояла во главе повестки, и было принято решение всей землей до войны начинаем. То есть, царь советовался со всей землей, начинаешь чтобы я защищаю Платошкина, просто хочу понять, по этому вопросу у историков нет расхождения? Нет, абсолютно. То есть, мы начали эту войну, не поляки против начались. версия Платошкина не является допустимой, абсолютно. Абсолютно, я даже не знаю, как это комментировать, просто человек не знает, о чем он говорит. Это то, что касается начала русско-польской войны. Теперь то, что касается крымского хана. Крымский хан на нас не нападал. То, что там были постоянные набеги, так они чуть ли не каждый год были эти набеги. Мы уже привыкли к этим набегам. это бизнес был, Ну, да, набегом крымцев они постоянно проникали на нашу территорию, брали полон, ну, и так далее, и так далее. Это, в общем-то, существовало, так называемое полоняничье деньга, это общерусский налог на выкуп как раз пленных. Вот, мы даже платили крымским татарам так называемые поминки, и так далее, и так далее. Но никакого официального объявления военных действий или широкомасштабного похода крымской конницы на Москву, естественно, не было. Другое дело, что в 50-е годы действительно крымский хан переметнулся. Он же до этого поддерживал Богдана Хмельницкого, но потом он переметнулся на сторону Яна Второго Казимира, польского короля, вот, тогда крымским ханом в 54-м году стал Мехмед 4-й Герай, вот, и они, по сути дела, просидели на престолах, что польский король, что крымский хан до конца боевых действий. По-моему, Ян Казимир в 66-м умер, если я не ошибаюсь, а, значит, Мехмед был свернут с престола в 68-м, а мир был заключен в 1667-м. То есть, крымский хан в данном случае выступал как союзник Речи Посполитой. Более того, когда умер Хмельницкий, то крымский хан стал и союзником Ивана Выгодского, который, по сути дела, расторг военный союз с Москвой и начал вести боевые действия против русской армии. И вот эта знаменитая Конотопская битва, где была разгромлена поместная конница князя Андрея Трубецкого и князя Семена Пожарского, в ней как раз участвовала объединенная казацко-татарская войска. Но говорить о том, что крымский хан напал на Москву и именно это вызвало ответные боевые действия, бред сумасшедший. А уж про Швецию я вообще молчу. Там тогда был на престоле Карл X, Густав, это он инициировал войну против Речи Посполитой. Пользуясь тем, что поляки завязали во внутреннем конфликте с Хмельницким, он решил оттяпать у Варшавы значительную часть территории и вообще положить руку на польские земли. Его представление Польши как политического образования на политической карте Европы вообще не должно было быть. Мы войну с шведами начали только в 1656 году. Причем целый ряд современных историков, в частности Геннадий Санин, один из крупнейших специалистов по внешней политике России 17 века, он говорит, что это был грубейший политический или внешнеполитический просчет ордена Нащекина тогдашнего главы посольского приказа, что он не добил Речь Посполитую, мы заключили перемирие с Речью Посполитой и переметнулись на противодействие шведам с тем, чтобы отжать прибалтийские провинции, которые мы потеряли по Столбовскому договору 1617 года. Слушайте, незнание элементарных фактов со стороны доктора наук вещь вообще недопустима. Там боевые действия шли с переменным успехом, они реально шли до 1958 года, там было подписано вели Осарское перемирие, потом тяжелые переговоры шли, Карл 10-й Густав, он умер в 1660 году, его наследником стал сын Карл 11-й, ему было 5 лет туда. Понятно, что от его имени Регенский Совет управлял страной и по решению Регенского Совета в 61-м году был подписан Кардийский мирный договор между нами и шведами. Шведы вообще на нас не нападали, у них в мыслях даже этого не было. Они хотели поживиться польскими землями, их интересовало прежде всего польское поморье, ну и заодно там Варшава и т.д. и т.п. Так что это глупость какая-то. Надо все-таки вот когда ты в публичном пространстве выступаешь на исторические темы, либо значит вообще не комментировать то, что ты не знаешь или то, что ты запамятовал, потому что мы все живые люди, каждый из нас может что-то забыть, перепутать и т.д. Учитывая нынешнее состояние умов, мало кто это заметит. Ну плохо, это плохо. вы заметили же. Нет, но кто-то заметил, да. Ну так что немножко корявенький, но я все равно задам как есть. А иноверцам тогда на Руси можно было крестьянствовать? Поясню, у дворянина могли быть крестьяне-мусульмане? Позволялось ли это, если сам дворянин православный? Ну я не вижу здесь никаких как бы препонов на этом. Не знаю, не буду врать. Это надо у специалистов спросить, насколько там слушайте, Казань. Слушайте, вот когда мы взяли Казанское ханство и территория Среднего по Волжье вошла в состав русского государства, то территория Среднего по Волжье стала одной из цитаделью крепостничества. Понимаете? Так что вспоминайте как бы... Емущественно были мусульмане? Ну конечно, нет, но вспоминайте даже Пугачевский бунт, чтобы поддержать местных помещиков, Екатерина вторая себя объявила казанской помещицей. Понимаешь? То есть Среднее по Волжье, так же как, например, Междуречье Волги и Оке, это цитадель крепостничества, а население там было полиэтничным. Там и Мардва, и Марийцы, и Татары, и кого там только не было. И многие из них исповедовали ислам. Я не вижу здесь никаких противоречий, условно говоря, если какой-то помещик владел какой-то деревенькой там или каким-то селом, населенным, например, мусульманами. Они были такими же крепостными, как и православные русские люди. А, кстати, вспоминайте отмену крепостного права. Опять-таки, к вопросу. Знаменитое восстание крестьян в селе Бездна. В какой губернии-то? Я не знаю ничего. В Казанской губернии. И о чем это говорит? Нет, я к тому, что лишнее доказательство того, что на территории Казанской губернии, где проживала значительная часть мусульманского населения, оно было цитаделью крепостничества, поэтому... Как бы вы объяснили, что Берия так легко уступил в политической борьбе и дал себя арестовать в 1953 году? Что значит так легко? Это был заговор. Ну, проспал, что называется. Плохой аппаратчик был? Да нет, я бы не стал говорить о том, что он был плохой аппаратчик. Просто те, кто планировали заговор против него, они его обыграли, будучи, ну, вероятнее всего, более опытными интриганами. Вот. Потом он ведь во многих из тех, кто его окружал и кто стоял за организацией этого заговора, не видел потенциальных противников, но, слушайте, с Маленковым они бок о бок работали на протяжении многих лет. Более того, они вообще считались в сталинском окружении не только значит, людьми его ближнего круга, но и личными приятелями, товарищами. Потом тот же Хрущев, он вообще-то вошел в доверие к Берии и на протяжении нескольких месяцев после смерти Сталина все инициативы Берия Никита Сергеевич активно поддерживал. Вот. То есть, это сейчас установленный факт. Вот там Рубикон наступил в связи именно с германским вопросом, когда встал вопрос о том, значит, будем ли мы и дальше поддерживать программу строительства социализма в ГДР, либо мы откажемся от нее. Потому что еще в 52-м году началась реализация этой программы, руководство ГДР дважды ездило на встречу со Сталиным, вот, Гротеволь, Пик и Ульбрихт. Сталин их принимал, вот, по несколько часов беседовал с ними, и они прежде чем принять на партийной конференции вот эту программу строительства социализма, они получили одобрение Москвы. Так что, Москва не была противницей этого курса, но, после смерти Сталина, значит, Берия, единственный, по сути, из всех членов высшего партийного государственного руководства, неожиданно делает финт ушами, и заявляет о том, что, значит, надо прекратить поддерживать восточно-германского руководства в деле строительства социализма, что надо сдать ГДР, ФРГ, чтобы возникла объединенная Германия, и вот на этой почве замириться с американцами, и не обострять отношения с ними. Так что, здесь, здесь уже Хрущев понял, что дело пахнет керосином, потому что против этой позиции Берия выступили активно все члены президиума, буквально все, начиная с Молотова, а Молотов тогда обладал, конечно, колоссальным авторитетом, дальше Маленков, Булганин, Ворошилов, Каганович, и так далее, и так далее, противопоставлять себя большинству членов президиума, это было смерти подобно. Так что, вы знаете, я думаю, что... Простите, что перебил, для понимания, но озвучивание таких позиций, оно же как бы, тем более для таких мастодонтов политики, оно же не с бухты барахта происходит, то есть, как правило, происходят какие-то консультации до. В смысле? Ну вот, касаемо позиции по Восточной Германии. Он же не вдруг неожиданно для всех стал на президиуме. Нет, нет, это же были записки. Нет, 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 нет. Это и есть записки, они все сохранились в архиве, когда обсуждались разного рода вопросы, они же... Там ведь надо по ним... мне речь не идет о том, что на каком-то заседании встал и сказал, что, ребята, все неправо, надо вот так. Нет, 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 нет. Послушайте, ведь, что такое заседание президиума? Там какие-то, условно говоря, срочные, горящие вопросы, конечно, обсуждались, но это было довольно редко. Обычно, когда шла подготовка к заседанию президиума, то заранее определялась повестка дня. Эта повестка дня во многом базировалась на тех инициативах, которые тот или иной член президиума хотел обсудить со своими товарищами в узком кругу. И в этой связи он оформлял свои предложения в виде записки. Эта записка аппаратом ЦК рассылалась всем участникам обсуждения. Там был перечень лиц. Это не обязательно могли быть только члены, например, президиума. Могли быть какие-то другие заинтересованные лица, которые приглашались для обсуждения этого вопроса. Другое дело, что по этой записке окончательное решение во время голосования могли принимать только члены президиума. То есть никто из приглашенных и даже кандидатов члена президиума голосовать не мог. То есть был свой механизм подготовки подобного рода заседаний. Там с бухты-барахты вот так вот просто я вот пришел, встал не с той ноги и решил вот этот вопрос обсудить. Так вопросы не решались. Вы же поймите. Поэтому Берия он просто бомбардировал президиум ЦК разными инициативами в форме вот именно этих записок. Откуда мы знаем вообще об инициативах Берия? А из-за того, что вот эти записки они сохранились в архивах. В том числе и протоколы обсуждения этих записок, порядок голосования, итоги голосования, ну и так далее, и так далее. Для понимания, почему Берия так хотел замириться с американцами? У нас не случайно говорят о том, что вот он некая предтеча Горбачева. Конечно, эта аналогия грешит большими натяжками, но тем не менее, здесь просматриваются какие-то элементы, то есть, он предполагал, если не восстановить прежний уровень союзнических отношений, но по крайней мере, убрать вот те острые противоречия, которые были между нами и американцами. это касалось прежде всего германского вопроса и корейской войны. То есть, если, ну, как считал Берий, если мы уберем вот эти два острых, острокричащих вопроса в наших взаимоотношениях, то мы можем достигнуть вполне себе, значит, ну, если не дружеских, то, по крайней мере, нейтральных взаимоотношений. Вот, наладить торгово-экономическое сотрудничество, и так далее, и так далее. Я думаю, что в данном случае Берия, ну, он был, прямо скажем, слабенький политик. Вот, когда мы говорим о фигуре Берия, здесь надо ведь четко отделять зерна от плевел. У нас тоже там дело представляет, что вот он выдающийся т, т, т. Да многие ошибались. Тот же Сталин, что не ошибался, конечно, ошибался. Вот. И он признавал свои ошибки, и Ленин тоже признавал свои ошибки. Дело-то не в том, кто ошибался, а дело совсем в другом. Насколько эти ошибки потом крайне негативно сказались на, понятно, да, развитии ситуации, там, на итогах какого-то процесса и так далее. Дело в том, что Берия был, безусловно, выдающийся организатор, выдающийся управленец. Вот у него был талант в прямом смысле. Мы сейчас составим в стороне методы, которыми он действовал, потому что там в ход пускалось все, в том числе и угрозы, оскорбления и так далее, и так далее. Может быть, это и не самые лучшие... Но кто управлял организациями, понимает, что иногда приходится. Да, да, может быть, это и не самый лучший метод управления, но тем не менее, других методов у Лаврентия Павловича не было. Или он просто их не знал. Но он в данном случае не был исключением, потому что точно так же управлял и Каганович, причем я замечу, что эффективно управлял. Понимаете? Он был такой же мастодонт, администратор, как Лаврентий Павлович Берий. И таких, кстати, в сталинском окружении и среди сталинских наркомов было полным-полно. Это надо учитывать. Вот. Но, как политик, на мой взгляд, Лаврентий Павлович был слишком авантюрен. Вот в данном случае вот это вот его черта авантюриста. Авантюрность-то в чем? Политики. Ну, потому что он ставил перед собой нереальные цели. И слишком много хотел от того, чего, собственно говоря, произойти в принципе не могло. Ну, о какой нормализации советско-американских отношений вообще могла идти речь в тот период? Американцы делали все для того, чтобы сплотить западный мир вокруг себя именно на почве антисоветизма и противодействия советской экспансии. Маккартизм ярчайшее проявление именно этого. Дальше Фултоновская речь Черчилля. Все шаги американцев вот эти знаменитые планы бомбардировок Советского Союза. Сейчас же выясняется, что таких планов было чуть ли не 20 штук. Понимаете? Причем они блефовали во многом. Но неважно. Сами эти планы разрабатывались. То есть у них еще даже... Объективность ради, я думаю, что и у наших военных есть такие планы. Просто вот лежат на случаях. Нет, стоп, 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 стоп. Нет, что генеральный штаб, это вообще функционал. Разрабатывается. Конечно, функционал любого генерального штаба разрабатывать как минимум два плана. Это мобилизационный план и план стратегического развертывания войск. Кофейку можно попросить мне принести еще? Вот. Поэтому понятно, что генштабы всех армий, а уж тем более ведущих армий мира, они этим занимались. Но планов бомбардировки, тем более атомной бомбардировки американских городов у нас точно не было. Если бы он был, я вас уверяю, что он давным-давно был бы обнародован, и его обсасывали бы со всех сторон. В 90-х точно. Ну, так об этом и речь. Нет, нет, у нас таких планов не было, и в принципе быть не могло, потому что Советский Союз изначально это было миролюбивое государство. Когда вот все наши доморощенные либералы, царебожники, там и Борис Соколов, и Габриил Попов, и Игорь Буничий, господи, имяем Легион. Рассказывали сказки, особенно в 90-е и 2000-е годы, о том, что Сталин собирался развязать Третью мировую войну, и значит реализовать все-таки ленинско-троцкистскую идею о мировой пролетарской революции, это сознательная ложь. Просто сознательная ложь, и я даже не знаю, как это комментировать, но это брехня высшего уровня, космического уровня, но многие люди в это поверили. Я еще раз говорю, Сталин был реалполитик, он прекрасно понимал, что страна надорвалась, что люди просто элементарно устали, что страна понесла колоссальные потери. Существует мнение, я не знаю, насколько это так, надо этот вопрос еще исследовать более детально, я может быть этим займусь, когда сяду писать свою новую книгу по советской экономике, что во время войны мы потеряли до 40% всего нашего национального богатства, которое было создано за все предшествующие столетия. Это колоссально. понимаете? И вот в такой ситуации начинаем со всем западным миром, которое обладает ядерным оружием. То, что мы создали ядерную бомбу в 49-м, а потом в 53-м термоядерную, это все замечательно. Но весь вопрос стоял в том, что количество этих бомб было еще понятно всего ничего, то есть процесс наращивания производства атомного оружия, тогда шел, мягко говоря, ни шатка, ни валка. Мы к началу 60-х годов имели на вооружение где-то примерно 1600 ядерных зарядов, когда у американцев было уже под по-моему 16 тысяч. То есть здорово им проигрывали в этом. Понимаете? Хотя этот Хрущев и говорил, что мы как сосиски штампуем ракеты и так далее. Дальше проблема доставки ядерной бомбы. Но тогда же только-только испытали этот стратегический бомбардировщик ту, который в состоянии был нести ядерный. Ну, сколько таких надо было бомбардировщиков? А ракетное оружие тогда еще создано как таковым не было. Понимаете? Потому что процесс создания ракетного оружия, который решал спецкомитет номер два по реактивной технике, который Маленков возглавлял, вот, он первые образцы вот этих вот ракет, в том числе и Королевского КБ, они стали значит создаваться вот в начале 50-х годов. Ну, там было несколько конструкторских бюро, но была на вооружении именно Королевская ракета взята, я сейчас не помню, Р-7, по-моему, не помню, не буду врать, вот, параллельно там с созданием боевых ракет как раз решалась проблема и запуска пилотируемого запуска, ну, то есть освоение космического пространства и т.д. и т.п., то есть два в одном, условно говоря. Поэтому таким вот образом. Последний вопрос на сегодня, был ли договор Ленина от Татюрка от 21-го года выгодным для России, почему Сталин хотел демонсировать этот договор после войны, и в этой лизофизе были Турции предъявлены территориальные претензии со стороны СССР. Но дело в том, что тогда Татюрк был как бы политическим что ли союзником в Советской России, мы-то по сути дела находились в дипломатической изоляции или блокаде, хотя у нас были подписаны соответствующие соглашения об установлении дипотношений с тем же Афганистаном например. В начале 20-х годов такие же соглашения были подписаны с Прибалтами, но вынужденно подписаны. Дело в том, что Московский договор 21-го года он ведь имеет давнюю историю, когда вот обвиняют Ленина и большевиков в том, что они отдали исторические земли Армении, туркам и так далее и так далее это все от лукава. Потому что действительно в Брестском договоре в одном из пунктов содержалось требование вывести российские войска с территории турецкой, тогда еще Османской империи, которую они заняли вот в ходе боевых действий в годы Первой мировой войны. Ну, большевики подписали, а дальше то что? Они реально могли это сделать? Да нет, конечно, они ситуации вообще не владели. Тогда в Закавказе большевики вообще не могли решать какие-либо вопросы, потому что там возникли националистические правительства. Дашнак Цутюн в Армении, грузинские меньшевики. Ну, по политической части, да, то есть армию тоже не контролировали? Нет, конечно. Потом там, послушайте, там вообще черт голову сломит, там такое количество было соглашений подписано, там и сербский договор, и этот алексопольский договор, ну и так далее, и так далее. Там все воевали против всех. Там же была и грузино-армянская война, там была и армян-азербайджанская война, там была и турецко-армянская война, там на этом поле играли и американцы, и англичане, кто развязал, по сути дела, турецко-армянскую войну. Вильсон, это он, армян, подтолкнул, говорит, давайте воюйте, а мы вам поможем. И вооружением, и деньгами, и обмундированием, и провиантом, и всем чем угодно. Ну, и они начали воевать, получили, да, и получили по сусалам. Потом вынуждены были подписать Алексопольский договор, Алексополь, это нынешний Гюмри, по которому отдали туркам Западную Армению, Карскую область, значит, некоторые велоэты Ереванской губернии, там вот, где как раз озеро Ван, и так далее, и так далее. Вот эти вот положения Алексопольского договора, они потом будут просто повторены в Московском договоре. Алексопольский договор, это какой год? 20-й. При большевиках, поэтому вот и... Нет, там никакие большевиков. Я понимаю, я просто к тому, как это все формируется. Нет, нет, советизация этого региона начнется только в апреле-май 21-го года. Все, что происходило после 17-го года, эти товарищи записывают на совет большевиков. Ну, понятно. Туда войска 11-й армии РКК вошли вот в мае, а может в июне, они вошли в Армению. Там действительно встал вопрос, когда подписывали соглашение, чего мы берем, Карс или Батум. Ну, понятно, что с как бы географических и прочих позиций надо было брать Батум, потому что Батум это портовый город, выход в море и так далее. Вот. А Сталин действительно поставил вопрос о возвращении вот этих территорий Советскому Союзу. Почему? Надо просто иметь в виду, что когда закончилась последняя русско-турецкая война 1877-1878 годов, то по мирному договору, там было два договора, там был Сан-Стефанский мирный договор, но потом его дезавуировали, потому что европейцы возмутились. вот, там потом был Берлинский Конгресс и Берлинский Трактат, но тем не менее, значит, к нам действительно отошли некоторые территории Османской империи, в том числе Карскую область, населенная в основном, в основном, не полностью, но в основном этническими армянами, ну и кое-какие другие территории, так называемая Западная Армения, хотя там некоторые районы были населены довольно плотно теми же курдами, значит, езидами и так далее, и так далее, там не сплошь и рядом армянское население проживало. Потом, вот по условиям всех этих вот соглашений, которые были подписаны в период гражданской войны, эти территории оказались в составе уже Турецкой республики. Когда закончилась война, то турки, а я напомню, что турки были военными сателлитами нацистской Германии, вот, и существовала реальная угроза, что в 41-42-м году турки откроют в Закавказье еще один фронт. Почему мы вынуждены были держать в Закавказье довольно внушительный контингент войск, и там даже был создан Закавказский фронт, Тюленив его возглавлял. Вот, только после поражения под Сталинградом эта угроза уже была снята, но тем не менее, вот, турки сами изъявили желание подписать Советским Союзом договор о дружбе и границах. И Сталин еще на Потсдамской конференции там уже Труману сказал, что если турки хотят с нами подписать договор о дружбе и границах, то было бы хорошо, если бы они вот ту несправедливость, которая была с их стороны продемонстрирована в 20-21 году, поправили в пользу Советского Союза. То есть, отдали грузинам и армянам их исконной территории, условно говоря. И там, кстати, потом уже, когда этот вопрос стал развиваться, то претензии к Анкаре предъявляла не Москва, а предъявляли Ереван и Тбилиси. Как суверенные Советские Республики. Правда, потом там будет придумана такая байка, что этот вопрос уже был на Мазии, что, по-моему, Кочиняна, если я не ошибаюсь, чуть ли Политбюро ЦК уже не назначило первым секретарем Карпского обкома партии и т.д. и т.п. Я вот когда свою книгу писал, кстати, о внешней политике, которая у вас стоит, я там специально этот вопрос изучал, пытался в архивах найти соответствующий документ, потом читал работы и армянских, и азербайджанских историков, но нигде информации об этом не нашел. То есть, это был какой-то вброс, который не имеет документального подтверждения, никакого решения об этом принято в принципе не могло быть. И потом довольно странно звучит слово Карский обком партии, потому что Армения вообще не делилась на области, там существовали только районы, если речь даже шла о назначении какого-то первого секретаря Карского, тогда уж не обкома, а райкома партии, понимаете, потому что Грузия, Азербайджан, они тоже не делятся на области, они слишком малы для того, чтобы делиться на области, там существовали и существуют, там в рамках Азербайджана Нахичеванская автономная республика, там тот же Нагорный Карабах, он был автономной областью в составе Азербайджана, я имею ввиду Советского Азербайджана, на территории Грузии тоже существовало две автономных республики, это Южная Осетия, Абхазия, ну и так далее, Аджария еще, Аджария, вот, но никаких областей там не было, областное деление это Белоруссия, Украина, Среднеазиатские республики, но в Прибалтике, какое там областное деление, там тоже существовали районы, вот, силу именно того, что по территории они очень маленькие, там всю Эстонию или Латвию можно за полдня на машине проехать, что называется, так что вот таким образом. Спасибо, напоминаю, что вышла в свет книга Евгения Юрьевича на фронтах холодной войны, которую вы можете приобрести в издательстве Концептуал, если же хотите получить ее же только с автографом автора и именной подписью, то ссылочка на это дело есть в описании. Евгений Юрьевич уже, как всегда, благодарим за свет просвещения, не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok